История квантовой теории Сейчас, пожалуй, самый такой насыщенный драматическими событиями и в этом смысле самое интересное, самое глубокое изменение всех наших представлений о природе произошло в течение этого весьма короткого промежутка времени. Но прежде чем к нему переходить, сначала я начну с такого кратенького введения про то, что же было известно физике раньше, до этой революции. То есть вообще в начале XX века произошло две революции в физике. Это создание квантовой теории и создание теории относительности. Но, пожалуй, что квантовая революция, она более такая радикальная. То, что создание теории относительности в конце-то концов просто было завершением классической физики. А создание квантовой теории – это уже нечто принципиально новое. Ну ладно, так вот, значит, с чего вообще физика началась. Тут можно разные точки зрения высказывать. Я так думаю, что физика началась, первым физиком был Архимид. Он действительно добился совершенно выдающихся успехов. Точно так же, как математика, в таком же смысле началась и Эвклида. Они были почти современниками, Эвклид чуть-чуть раньше, в Александрии, а Архимид чуть-чуть позже, в Сиракузах. Я вот когда-то читал главу какой-то книжки в виде файла на английском. Автор какой-то итальянец, к большому сожалению, совершенно не помню ни автора, ни деталей. И файл этот куда-то потерялся. Книжка называлась «Первая научная революция». И там, вообще-то, говорятся совершенно поразительные вещи. Я, например, был совершенно поражен, когда все это прочитал. Был такой короткий исторический период после распада империи Александра Македонского, но до того, как пришли римляне, всех завоевали и установили Римскую империю. Вот в этом промежутке существовало большое количество мелких, независимых городов-государств греческих по всем берегам Средиземного моря. Ну, а вот, в частности, к ним относилась там и Александрия, и Сиракуза, и многие другие. Так вот, что люди в это время знали и умели. Люди знали, что Земля имеет форму шара, и с приличной точностью знали ее радиус. Радиус они определили точно так же, как, ну, там, тысячелетия спустя, или два тысячелетия, скорее, спустя, была такая во времена, там, французской революции, организована специальная экспедиция по измерению Земли, которая двигалась по меридиану, мерила пройденное расстояние и измеряла широты астрономическим методом, тем самым восстанавливая радиус Земли. И, ну, вот, во времена французской революции было модно все вводить новое, они ввели новую единицу длины метр, которая определялась как какая-то там доля, я не помню какая, от длины окружности вокруг Земли, что-то в этом роде. И вот, чтобы установить длину метра и сделать этот самый, какой он там, иридиевый или какой стержень, эталон метра, была сделана экспедиция. Так вот эти древние греки сделали то же самое 2000 лет до того. Они путешествовали по Египту до самого юга, чуть не до истоков Нила, замеряли пройденное расстояние и измеряли широту. Ну, вот, по астрономическим наблюдениям знали радиус Земли с вполне приличной точностью, но не безумно высокой, но более-менее. Знали, что Земля вращается вокруг Солнца, все остальные планеты тоже. Знали, что Луна вращается вокруг Земли. Ну, и более того, всякие... Ну, вот, Евклид, как я говорил, с моей точки зрения, основал математику как науку. Конечно, там, квадратное уравнение умели решать еще в древнем Вавилоне. Но им и в голову не приходило, что математике нужно что-то доказывать. Это было некое такое высшее знание, передаваемое от учителя ученику по наследству. А вот математику как систему аксиом и теорем, которые доказываются, действительно, в общем-то, основал Евклид именно в этот самый период. Кроме того, она имела прикладное значение, потому что там во время разливов Нила, как известно, смывались все границы между полями разных владельцев. После того, как эта вода уходила, надо было восстанавливать, где чей участок. Так что геометрия была и прикладной наукой тоже. Там же в связи с теми же сельскохозяйственными надобностями с орошением копали много каналов, и до весьма высокого уровня развилась такая наука, как гидравлика, которая говорила, какой надо прокопать канал, насколько широкий и глубокий, чтобы при данной разности высот данное количество воды в единицу времени по нему текло. Ну, более другие, вот, ну, это про Архимеда все же пару слов. Совершенно поразительная личность, великий физик и математик одновременно. Ну, в те времена это было обычно. Он знал статику, ничуть не хуже, скажем, Ньютона. Статику, то есть всяческие рычаги, блоки и тому подобные вещи, условия равновесия. И применял очень активно. По рассказам каких-то этих древних авторов, он демонстрировал, как он один в одиночку может канатом тащить здоровый корабль по направлению к берегу, через систему блоков. Очень медленно, правда. Так что он, в общем-то, ну, и устраивал всякие механизмы для погрузки-разгрузки судов в порту там и так далее. Так что он не зря говорил, дайте мне точку опоры, я переверну землю. Только вот он забыл оценить, сколько миллионов лет ему понадобится для перевертывания земли. Видимо, много. Но от этих деталей можно и отвлечься. Кедростатику, ну, как известно, просто он создал закон Архимеды. Замечательное изящное рассуждение. А вот эта знаменитая, вероятно, легенда про то, как он выскочил из ванной, бегал голый по сиракузам и кричал «Эврика!» Царь Сиракуз заказал себе новую корону, ее сделали. Корону было велено сделать из чистого золота. Он подозревал, что эти мастера жульничали, и вместо этого сделали ее из сплава золота с серебром. Плотность золота и плотность сплавов с различными концентрациями была неплохо известна. Значит, надо было узнать плотность этой короны. Взвесить ее, конечно, ничего не стоит. Но вот как найти ее объем? Корона очень сложной формы, а найти надо было объем с высокой точностью. Ну, а вот однажды, когда Архимед слишком полно налил в ванну, залез в нее, и часть воды вылилась, он сообразил, что можно налить сосуд доверху, опустить в него корону и измерить объем вылившейся воды. И оказалось, что действительно эти ремесленники жульничали и сделали царю корону из сплава золота с серебром. Так что это было чисто прикладное открытие. Ну, кроме того, он много математических достижений получил. Например, первым вычислил площадь каких-то там геометрических фигур, ограниченных параболой. То есть в современной терминологии, скажем, он первым посчитал интеграл х квадрат дх. Интеграл х дх умели считать для него – это площадь треугольника. А вот х квадрат дх – это уже сложнее было для древних греков. Ладно. Ну вот. Но этот период бурного развития науки кончился, когда все эти греческие колонии вокруг Средиземного моря завоевали римляне. В частности, те же сиракузы взяли штурмом римские войска. Архимед активно участвовал в обороне. Про это тоже есть разные легенды. Про то, что он при помощи каких-то мощных рычагов металл, здоровенные камни в приближающиеся корабли. Потом, когда эти корабли подходили близко, было следующее оружие – кокоть Архимеда. Это какой-то был мощный кран с крюком, с большим грузом с другой стороны. Они этот крюк пускали, цепляли за борт корабля и поднимали. Так что корабль переворачивался, а, соответственно, римские войска тонули. Потом есть легенда, вероятно, это легенда, про то, что защитники сиракуз по указаниям Архимеда еще и поджигали подходящие корабли, а при помощи хорошо отполированных медных щитов пускали на них зайчики и большое количество солдат. Пускали зайчики ровно в одно и то же место. Там дерево нагревалось, и корабль загорался. Насколько это возможно, до сих пор спорят. Действительно, где-то уже в наше время какие-то греки из, видимо, патриотических соображений решили этот эксперимент повторить, у них получилось зажечь на расстоянии в несколько десятков метров деревяшку, фокусируя на нее солнечные зайчики при помощи отполированных медных пластин. Только их много надо. Но, в общем, это на самом деле сомнительно, потому что кажется более вероятным, что это яркое световое пятно служило для наводки тех самых катапульт, которые кидали эти самые камни, а могли кидать и зажигательные снаряды тоже. Ну ладно. Так вот, значит, римляне всех победили. В частности, Архимед в это время сидел у себя во дворе и рисовал на песке какие-то геометрические чертежи. Пришел римский солдат, Архимед сказал, не трогай мои чертежи, после чего солдат его зарубил мечом. И в римский период такого расцвета науки уже не было, уровень ее существенно упал по сравнению с этим предыдущим. Потом, как известно, вообще были темные средние века, и снова наука начала развиваться вот уже во времена Галилея и Ньютона. Галилей довольно много всего сделал. Тот же принцип относительности, ну плюс всякие астрономические открытия там. А все-таки о навертец он вроде бы не говорил, хотя это тоже очень популярная легенда. Но гораздо больше, конечно, сделал Ньютон. И вот Ньютон все-таки, видимо, самый великий физик всех времен и народов. То есть он, мало того, что он создал механику и понял, что силы тяготения действуют как на Земле, действуют вот просто, наверное, тела вокруг Земли, так и в Солнечной системе. Но дальше ему потребовалось получать следствие из закона всемирного тяготения, по каким же орбитам и какими надвижутся планеты. Такого аппарата в то время и не было. Поэтому он его создал. Создал дифференциальное интегральное исчисление. Там были какие-то потом многолетние приоритетные споры Ньютона и Лебница. Ну, в общем, по всем приметам, на самом деле, фундаментальное открытие мотоанализа сделал именно Ньютон. Другое дело, что он их опубликовал спустя 40 лет после того, как сделал. Это не очень способствует борьбе за свой приоритет. Но какие-то исходные сведения именно Ньютон сообщил Лебницу, на основании чего он развил некий свой вариант мотоанализа, слегка отличающийся. Ну, а и не только. На самом деле, разложение в ряды и целая куча других математических открытий тоже принадлежат Ньютону. Значит, вот после Ньютона механика, то, что сейчас называется классическая механика, стала уже такой развитой, ну, я бы сказал, полностью развитой наукой. Потому что все дальнейшие усовершенствования сводились к эквивалентным красивым математическим переформулировкам, такие как Лагранж, Гамильтон, Якоби и так далее. Это все, по сути, то же самое, только переписано в другом виде. Вполне полезно переписано, и никто не спорит, но это по значению сравнить невозможно. Ладно. Ну, а вот первый раздел физики тем самым был создан Ньютоном, механика. Потом долгое время новые разделы физики в основном просто добавлялись без необходимости что-то кардинально пересматривать. Но сначала, видимо, была оптика. Ньютон и оптикой много занимался, сделал много важных открытий. Открыл, что белый свет – это смесь монохроматических цветов всех, разложивший его призмой в такую радужную картинку, в спектр. Но в оптике Ньютон придерживался корпускулярной теории света, хотя он сам же наблюдал явления ньютоновские кольца, которые на самом деле представляют собой интерференцию. Придумал для них какое-то совершенно чрезвычайно искусственное объяснение, которое никого не удовлетворяло. Но это, пожалуй, было некое после этого изменение устоявшихся взглядов, потому что, когда были изучены всяческие эффекты типа интерференции и дифракции, это Юнг, Френель и прочие оптики, то стало ясно, что свет – это волны. Какие волны, тогда, естественно, никто не знал. Дальше, если уж эту линию прослеживать, было создание электродинамики. Ну, там было много всяких кулонов, амперов и прочих, которые открывали какие-то отдельные кусочки, но в целом создателем электродинамики как целого стройного такого здания был, несомненно, конечно, Максвелл. И одновременно это было первое великое объединение в физике, когда он доказал, что свет – это электромагнитная волна. Теперь, если… А, ну да, если еще продлить эту же линию, такую электродинамическую, то потом еще был Лоренц и несколько еще человек там с ним, Друдя, например, которые создали электронную теорию, которая описывала классическую электронную теорию, которая описывала, что вот в металле есть свободные электроны проводимости, которые там везде летают, объясняют проводимость, теплопроводность, многие другие свойства там вещества, оптические, дисперсию, например, тот же Лоренц объяснял. В общем, довольно много. Ладно, это что касается такой вот линии развития, связанной с электродинамикой. Другая линия развития связана с термодинамикой и молекулярно-кинетической теорией. Ну, первое, начало термодинамики, закон сохранения энергии в таком общем виде, включая механическую энергию и тепло, его там формулировали несколько человек. Второе, начало термодинамики, там тоже у него были какие-то разные авторы, но тут, как создателя термодинамики, как науки, я бы все-таки выделил Клаузиуса. Клаузиус первым четко сформулировал второе начало термодинамики, ввел понятие антропии. А без антропии, в общем-то, термодинамику представить себе невозможно. Смыслы антропии тогда никто не понимал, это была некая довольно такая математическая абстракция, но в то же время исключительно полезная. Ну, и вот, значит, это вот Клаузиус. Клаузиусу принадлежит знаменитое высказывание «Энергия мира остается постоянной, антропия мира стремится к максимуму». То есть он тем самым предсказывал тепловую смерть Вселенной. Но сейчас по современным космологическим представлениям в далеком будущем Вселенную ждет гораздо более грустные вещи, чем тепловая смерть, так что Клаузиус еще был изрядным оптимистом. А сейчас в связи с этим ускоренным расширением Вселенной будет совсем грустно. Ну ладно. Так вот, термодинамика – это исключительно общая наука, это, пожалуй, единственная часть физики, которая не потребовала никаких изменений ни в одной малюсенькой букве, ни в одной формуле после создания квантовой механики. Она как работала, так и продолжает работать. Столь же хорошо. Значит, третье начало термодинамики – это вообще чисто квантовое утверждение. Его сформулировал Нернст. Кстати, известно определение, что термодинамика – это палка о трех началах. Так вот, Нернст доказывал, что четвертого начала термодинамики быть не может. Как он это доказывал? Он говорил, что у первого начала термодинамики три автора, у второго начала термодинамики два автора, у третьего начала один автор. Он сам, Нернст. Значит, у четвертого начала термодинамики должно быть ноль авторов, то есть его никогда не откроют. ну ладно но термодинамика при всем при том не интересуется механизмом всех этих тепловых процессов уже ну впрочем впрочем здесь про древних греков я думаю говорить не стоит которые там придумали атомы чисто умозрительно у них не было никаких к тому оснований просто такая игра ума а вот уже там в течение 19 века накапливалось все больше и больше реальных научных фактов которые свидетельствовали о существовании атомов и молекул и о том что но можно как-то понять свойства вещества в том числе тепловые свойства исходя из вот этих атомно-молекулярных представлений сначала это было сделано для газов вот такая вот молекулярно кинетическая теория газов была создана несколькими людьми в том числе тем же самым клаузиусом потом в большей мере максвеллом знаменитого распределения максвелла и потом болтсманом в еще большей степени болтсман свойства газов таких достаточно разреженных с молекулярной точки зрения описал полнейшим и подробнейшим образом и на каком-то достаточно высоком уровне развития это молекулярно-кинетическая теория начинает переходить в статистическую механику но вот ее в этом смысле создал болтсман и гипс но там можно спорить кто из них важнее вклад так сказать внес но вот основные авторы именно эти ладно но все это как я говорил не требовало никаких революций скажем так никакого пересмотра устоявшихся представления это более именно добавление и так она и продолжалась вот до начала двадцатого века а когда в начале двадцатого века произошло сразу две научных революции одна из них это создание теории относительности но это практически единоличный энштейн там несколько других людей которые в этом как-то участвовали все таких роль много меньше ну а другая это вот создание квантовой теории которая но все таки было наиболее радикальным и таким всеобъемлющим пересмотром ранее существовавших представлений физики квантовую теорию создала довольно много народу но это мы будем обсуждать в течение всего этого семестра так ну и началась вся эта история сколько там сейчас времени просто чтоб не знать началась эта история с теплового излучения теплового излучения кстати говоря тут мнение расходятся в том насколько было исторически удачно то что впервые квантовые свойства были обнаружены в теплом излучении это все-таки не самый простой возможный объект это поле у него там бесконечно много степеней свободы и так далее можно себе представить но правда история не знает сослагательного наклонения но можно себе представить что квантовая механика могла бы возникнуть совсем другим образом и совсем других исходных пунктов в результате пришла бы туда же но исторически она произошла именно из теплового излучения люди давно конечно знали с незапамятных времен что если там кусок металла например хорошо все сильно нагреть то он начинает светиться таким красноватым светом но потом дальше все это исследовалось все более и более количественно как это свечение меняется с ростом температуры этот цвет от красного сдвигается к белому постепенно но и первое существенное такое открытие в таку в теории теплового излучения это был закон киркова это где-то середина девятнадцатого века года наизусть не помню так здесь есть мил что конечно но во первых человеку этого не видно человек просто видит что что когда что-то накалили до белого коленя то оно светится белым конечно вот это распределение по частотам она же широкая в общем там присутствует много разных частот и она постепенно с ростом температуры сдвигается в область больших частот если в начале при достаточно низких температурах это в основном инфракрасное излучение которое глазом не видно и хвостик заходит в красный цвет тогда нагретое тело светится красным потом это распределение сдвигается в область более высоких частот и появляются ну там все прочие цвета вплоть до синего и уже в их смесь дает белый цвет примерно так 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 вот значит а что сказал хирургов ну вот это рассуждение которое сейчас я не знаю может тут свет зажечь вот здесь у доски а тут наверно плохо видно такти нет это не тут надо вот вот так ну вот значит возьмем два но это не совсем рассуждение киркова у него были более немножко громоздкие рассуждения но по существу то же самое возьмем два полу бесконечных тела разных разного там химического состава из разного материала сделанные какие-то тела между ними вот такая вот плоская щи и пусть они будут при одинаковой температуре т тогда нужно ввести две характеристики которые важны вот для этого вопроса это и отцовая мишен такое что е д с д т это будет количество энергии излучаемой в виде электромагнитных волн с элемента поверхности ds за время дт во все стороны куда угодно и вторая характеристика это а коэффициент поглощения то есть если вот это излучение именно такого спектрального состава которая соответствует температуре t падает на это тело а то доля а от него поглощается а то ли единица минус а наоборот отражается поскольку мы сказали что это полу бесконечное тело то третьей возможности прохождения насквозь тут нет так что либо поглощается либо отражается на вот а здесь есть другое вещество у него есть свое е штрих и свое а штрих а тогда допустим вот с единицы площади за единицу времени это тело слева излучила направо энергию и теперь доля а штрих от этой энергии то есть е на а штрих здесь поглотилась а доля е на единица минуса штрих отразилась налево а теперь а здесь доля а от этого поглотилось то есть это будет е на а на единится минус а Она поглотилась, а все остальное отразилось направо. То есть это Е, единица минус А, единица минус А штрих. Ну и так далее до бесконечности. И в результате энергия в расчете на единицу площади и на единицу времени, которая передалась от левого тела к правому, она будет такая. Это будет вот эта самая Е, а штрих на единица плюс... Ну ладно, я еще один член здесь напишу. Значит, здесь будет Е, а штрих, единица минус А, единица минус А штрих. Правильно? Ну и так далее до бесконечности. Значит, плюс единица минус А на единицу минус А штрих, плюс единица минус А на единицу минус А штрих оба в квадрате, плюс и так далее до бесконечности. Эта энергия в виде излучения может циркулировать туда-сюда сколько угодно раз. Ну это геометрическая прогрессия. Давайте ее просуммируем. Это будет Е, а штрих на единица минус единица минус А, единица минус А штрих. Это значит та энергия, которая передалась в расчете на единицу площади единицу времени слева направо. Справа налево передалась тоже какая-то энергия, в которой надо все штрихованные и не штрихованные вещи поменять местами. Значит, вот эта энергия должна быть Е штрих А на единица минус единица минус А, единица минус А штрих. Да, кстати, почему? По второму началу термодинамики. У нас все в термодинамическом равновесии, везде постоянная температура Т, поэтому передачи энергии от одного из этих тел к другому систематически происходить не может. Это бы позволило построить вечный двигатель второго рода. Ну вот. Значит, вот это равно вот этому. Знаменатели у них одинаковые. Отсюда следует закон Киргофа, что отношение и излучающие способности к коэффициенту поглощения одного тела равна отношению такому же для другого тела. То есть вот это вот отношение энергии, излучаемой с единицей площади единицу времени к коэффициенту поглощения. Величина, которая одинакова для всех веществ. Универсальная такая величина. Ну и Киргоф ввел такое понятие, как абсолютно черное тело. То есть вот такое вот тело, у которого коэффициент поглощения равен единице, для него это отношение е на единицу. Это будет е. То есть вот эта универсальная функция, которая, кстати говоря, зависит от чего? Зависит она от температуры. Она зависит. И все. Поскольку это полная, я еще не разлагал все это на цвета, то есть вот это полная излучающая способность тела при температуре Т. Значит, это вот отношение, есть излучающая способность абсолютно черного тела. На самом деле тот же Киргоф говорил и более детальные вещи, что такое же соотношение будет для каждой частоты света отдельно. То есть если я напишу е омега на а омега, это будет е штрих омега на а штрих омега при данной частоте омега. Почему? Ну, например, можно рассуждать так. Давайте поставим вот здесь в середине полупроницаемый фильтр, который пропускает все частоты между омега и омега плюс д омега. Остальные не пропускает. Буквально такого фильтра не бывает. Это, в общем, мысленный эксперимент. Но с другой стороны, можно поставить по очереди много разных фильтров с разными пропускными способностями, как функциями омега. И для каждого из них такое вот равенство, только с учетом фильтра, должно выполняться. Но раз для каждой функции f от омега, вот этого фильтра, оно выполняется, значит, оно должно выполняться и просто для каждой частоты в отдельности. И вот эта вот штука, это есть функция, это есть какая-то функция Е от Т и омега, двух перемен. Она универсальна, то есть она одинакова для любого вещества. Ну, или можно ее назвать вот так вот, это для абсолютно черного тела. Ладно. Ну вот, значит, появилась такая фундаментальная задача перед физиками эту функцию из каких-нибудь соображений найти. Тем более, что... Ну, почему-то фундаментальная задача. Потому что эта функция не зависит ни от какого конкретного вещества. Это фундаментальное универсальное свойство природы. Следующий шаг – это закон Штефана Больцмана. Это уже где-то все-таки вторая половина XIX века, но, впрочем, еще не самый его конец. Закон Штефана Больцмана. А, ладно, прежде чем переходить к закону Штефана Больцмана, я, пожалуй, еще несколько картинок нарисую. Вот какие же есть характеристики у этого самого равновесного излучения. Это излучение, которое находится в тепловом равновесии с каким-нибудь телом. Ну, вот, допустим, с одной стороны у нас есть какое-то там тело, а вот здесь у нас есть излучение, которое летает во все стороны. Давайте выделим, так сказать, мысленно такую фигуру геометрическую. Вот здесь вот возьмем ДС, площадку на этой поверхности, а здесь из этой площадки нарисуем под углом ТЭТА, нарисуем кого, как это называется, параллелограмм это называется. Вот. Значит, все излучение, которое есть в этом параллелограмме, оно летет параллельно, то есть имеет одинаковое направление, оно с какой-то очень хорошей точностью. ДС у нас будет к нулю стремиться. То есть это все летит, все вот эти вот лучи летят под углом ТЭТА к поверхности. Вот туда вот они летят. Те, которые летят от поверхности, тоже существуют. Я их в данный момент не рассматриваю. Значит, вот те, которые летят к поверхности... А, значит, вот это вот расстояние, это будет что? Это будет С на ДТ на косинус ТЭТА. То есть я рассматриваю все то излучение, которое за время ДТ доберется до этой поверхности. И там, ну, например, поглотится, если это абсолютно черное тело. Так вот, значит, какие можно характеристики ввести? Есть кунь, плотность энергии. Энергия вот этого самого теплового излучения в единице объема. Есть давление. Давление можно посчитать. Вот это излучение, которое движется сюда, оно переносит импульс, который направлен вдоль вот этой вот стрелочки. И какой же этот импульс? Этот импульс такой. Ну, давайте я импульс напишу. Я напишу P большое, скажем, X. Если X, вот это вот направление. PX – это будет следующая вещь. Это будет энергия, деленная на С, на скорость света, потому что это за скоростью света движется все это излучение. И надо на ось X спроектировать, на косинус ТЭТА. Полная энергия вот в этой вот фигуре – это будет U на U на DS на СДТ на косинус ТЭТА. На самом деле не U. Это я вру, конечно, потому что меня сейчас интересует не все излучение, а только то, которое под одним углом, под углом ТЭТА сюда летит. Значит, это мне надо написать, что это будет U на D омега на 4B. Вот так вот. Ну, а давление, которое оказывает это излучение на стенку – это вот этот импульс удвоенный. Все равно всяко удвоенный. Если тут стоит зеркало, то PX просто меняет знак. Если стоит абсолютно черное тело, то этот PX, конечно, просто поглощается, но зато столько же и спускается. Значит, надо вот этот PX удвоить и зачеркнуть в нем DS и DT. Получится… А, и проинтегрировать по ДМ-мега. Получится давление. То есть давление это будет U сейчас, а не в руле я. Тут еще одного косинус ТЭТ не хватает. Вот в чем дело. То есть один косинус ТЭТ – это высота вот этого параллелограмма. Распоразмерности импульс трактной энергии. Распоразмерности энергии. Хорошо, на С. Вот так вот. Правильно. Значит, да, правильно, правильно. Хорошо, значит, DS я собираюсь убрать. Чтобы сделать давление от DT, я собираюсь убрать. Когда я убираю от DT, я получаю силу. С у меня сократилось. Значит, теперь надо двойку написать, потому что я говорил, что этот импульс надо удвоить, потому что он сменил знак и отразился. А дальше стоит интеграл. Косинус квадрат ТЭТа. D омега – это будет 2Пи D косинус ТЭТа на 4Пи. Вот так вот. Двойка. Двойка тоже сократилась. Причем интеграл будет от нуля до единицы. Меня интересует сейчас только то излучение, которое к стенке летит. Меня не интересуют отрицательные косинусы, когда излучение летит наоборот от стенки. Ну, это вам, в общем-то, легко понять, что получается У на 3. То есть для равновесного излучения давление – это 1 треть плотности энергии. Давление и плотность энергии действительно имеют одинаковые размерности. Ну и еще одна величина – это вот та самая Е, излучающая способность. Если считать, что это абсолютное черное тело, то сколько оно поглощает, столько же оно и излучает. Поэтому я посчитаю, сколько оно поглощает. Значит, вот это все излучение долетит до сюда и поглотится. Это будет, давайте смотреть, У на интеграл. Вот этого косинуса ТЭТа теперь не будет. Это он был из проектирования вот этого импульса на вот это направление. Значит, здесь будет… А, на С. На С надо, конечно… А, нет, нет, нет. Здесь на С не надо ничего делить. Нет, прошу прощения. Значит, здесь будет косинус ТЭТа, а здесь будет Д косинус ТЭТа пополам. Вот тот же самый. То, что 2Пи сократилось, 4Пи осталась двойка. А, С будет сверху. Вот что есть. Вот это вот это С. Теперь оно не сокращается. И что получится? Получится С на 4У. То есть, ну вот, скажем так, экспериментаторов во все времена больше интересовало Е, излучающая способность. Это то, что они вот нагрели поверхность, смотрят, насколько она ярко излучает и измеряют. А более удобная величина для, ну, такого теоретического обсуждения, это У, это плотность энергии равновесного излучения. Но они просто пропорциональны друг другу с коэффициентом С на 4. Так что можно обсуждать из них любую. И я дальше буду обсуждать именно У, плотность энергии. Ладно. Это, значит, было в каком-то смысле введение обозначений. Следующий шаг – это закон Штефана Больцмана. Следующий важный закон теплового излучения. Штефан просто обработал достаточно большое… Ну, в те времена оно не было сильно большим, но все доступные экспериментальные данные, большая часть из которых была на самом деле весьма паршивого качества. И пришел к выводу, что У пропорционально Т в четвертой. Абсолютная температура в четвертой степени. Данные действительно были скверные. Довольно много из этого было получено на платине, которое, в общем, мягко говоря, не является абсолютно черным телом. Но, тем не менее, там по какому-то количеству точек на разных нескольких материалов он получил вот такой вот закон. А почему называется Штефана Больцмана? Потому что Больцман его вывел теоретически. Действительно, из чистой термодинамики следует, что плотность энергии теплового излучения должна быть пропорциональна Т в четвертой. Значит, как он это сделал? Ну, давайте в термодинамике в первую очередь всегда надо написать формулу ДУ равно ТДС минус ПДВ. Без этого ни одно термодинамическое рассуждение не обходится. Значит, теперь У – полная энергия. Это будет У маленькая, которая есть функция температуры, на объем. Давайте отсюда выразим ДС. Изменение энтропии равновесного излучения будет равно ДУ плюс ПДВ делить на Т. Ну, или У я сейчас вот в таком вот виде сюда подставлю. Это значит, будет, ну, единица на Т будет само собой. Значит, ДУ я напишу как ВДУ, маленькая, плюс УДВ и плюс еще ПДВ. Значит, отсюда мы можем найти две частные производные. мы можем, ну, вот У, да, я еще лучше даже не так напишу. Я напишу явно. ДУ по ДТ на ДТ. Вот так будет более правильно, конечно. У есть функция одной переменной. Тут полная производная стоит. Значит, мы можем найти коэффициент при ДТ и можем найти коэффициент при ДВ. Значит, что мы получим? Мы получим, что ДС по ДТ будет равняться так, значит, В на Т ДУ по ДТ. ДС по ДТ при постоянном В. Вот так вот. А другая производная, ДС по ДВ при постоянном Т, это будет, стало быть, единица на Т тоже. Дальше будет стоять У плюс П. У плюс П – это 4 третьих У. Вот так вот. Теперь посчитаем смешанные производные и приравняем их друг к другу. Вот теперь я, значит, первую формулу буду дифференцировать по Т, а вторую буду по В, прошу прощения. Первую по В, вторую по Т. Значит, тогда я что получу? Я получу Д по ДВ от ДС по ДТ. Это будет совсем простая вещь. Это единица на Т ДУ по ДТ. А что такое Д по ДТ от ДС по ДВ? Это будет 4 третьих. Д по ДТ полная производная от У на Т. Вот эти две вещи должны быть равны друг другу. Ну, это уже почти все, почти конец этого рассуждения. Значит, давайте пишем. Единица на Т ДУ по ДТ равняется 4 третьих. Дифференцируем. Один член такой. Единица на Т ДУ по ДТ плюс, тоже 4 третьих, а, минус У на Т в квадрате. Так? На Т в квадрате. Значит, теперь вот эти два члена одинаковые я привожу подобные, этот переношу туда, ну и на Т еще умножаю. И получаю, что ДУ по ДТ равняется 4У на Т. Откуда следует, что У пропорционально Т в четвертой. Вот, значит, Больцман вывел из термодинамики в совершенно общем виде, без всяких дополнительных гипотез. Этот самый закон, который Штефан угадал в довольно плохих экспериментальных данных того времени. И, кстати, ну, про Больцмана мы еще будем довольно много упоминать. Он из-за разных причин, где-то, не помню в каком году, в общем, довольно близко, в начале 20 века, в 905 или около того, совершил самоубийство. Ну, и в некрологии про него Лоренц назвал вот этот вывод «жемчужиной теоретической физики». Ну, в общем, с Лоренцем легко согласиться, потому что действительно как бы из ничего выведен закон, то есть из каких-то совершенно таких вот общих соображений получается вполне нетривиальное физическое утверждение. Действительно красиво. Теперь, значит, следующий и последний перед переходом к Максу Планку закон в этой области теплового излучения – это закон Вина. Значит, закон Штефана Больцмана, это, конечно, все хорошо, но он относится к полной плотности энергии, не к спектральному распределению. А интересно было бы получить более детальную какую-то информацию о том, как же вся эта энергия распределена по частотам. Ну, ладно, наверное, я не буду проделывать термодинамическую выкладку, связанную с законом Вина. Я скажу только основные, так сказать, свойства. Значит, давайте рассмотрим, ну, например, кубик. Например, возьмем вот такой вот кубик, причем с зеркальными стенками. Кубик с зеркальными стенками, в нем будет у нас излучение находиться, и будут находиться какие-то тела при температуре Т. Так что, если достаточно хорошо подождать, то излучение придет в равновесие с этими телами и тоже будет иметь температуру Т. Кубик длины L. Теперь мы возьмем этот кубик, немножко сожмем, или немножко растянем, без разницы. То есть, вместо L, каждая сторона будет теперь L на 1 плюс альфа. Где альфа, какая-то маленькая величина. То есть, объем, так, L штрих, V штрих будет V на 1 плюс 3 альфа. Теперь, тут дальше можно рассуждать двояко, двумя способами. Как изменятся частоты? Частоты. Одно рассуждение такое. Если у нас здесь есть просто стоячая волна, ну, любое электромагнитное поле можно разложить по стоячим волнам, между двумя зеркальными стенками кубика, и мы эти стенки растянули, то длина волны растянется в таком же соотношении. То есть, λ штрих будет λ на 1 плюс альфа. Стало быть, ω штрих будет ω на 1 минус. Можно, как, собственно, Вин это и делал, использоваться эффектом Доплера. Вот когда я эту стенку отсюда отодвигаю, она движется. Если рассматривать не стоячая волна, а бегучая, то эта бегущая волна будет отражаться от движущегося зеркала и менять свою частоту. И получится тот же самый результат в итоге. Когда мы изменили ребро нашего кубика вот таким вот образом, частоты изменились вот таким образом. Можно сказать, что это за счет эффекта Доплера. Ну а дальше можно рассматривать весь вот этот, так сказать, газ, равновесное излучение, внутри нашего кубика, как одновременно существующее там много газов с разными частотами. И в частности рассматривать интервал от ω до ω плюс δω. Тогда мы получим что-то примерно такое. Мы получим, что функция распределения... А, я еще не написал, что такое функция распределения. Ну вот, у плотность энергии. Ладно, даже я от t напишу. Это интеграл от плотности распределения, которая есть функция двух переменных, t и ω, d и ω. От нуля до бесконечности. Ну вот, так вот, значит, w от t' омега' д омега' на w от t' омега' д омега' это будет, ну вот, отношение энергии, которые сидят в этом диапазоне частот с новой и старой температурой. И по закону Штефан-Атланта, это, в общем-то, будет t' на t в четвертой. Ну а дальше, в общем, вот легко все это скомбинировать. И получается, что w от, скажем, λt и λ омега' это будет λ в кубе на w от t' омега'. То есть, если изменить масштаб температуры и частоты, то спектральное распределение изменится таким образом. Значит, можно написать решение этого функционального уравнения. Можно его написать двояко. Можно написать, что w от t омега есть омега в кубе на f от омега на t. Или можно написать как t в кубе на другую какую-то функцию g от омега на t. Тогда, кстати, вот это вот и есть закон Вина. Вот это и есть закон Вина. Если это проинтегрировать, найти полную плотность энергии, на полевая от t омега до омега, то, естественно, получится что? Получится t в четвертой на интеграл g от x до x от нуля до бесконечности. Вот это вот и есть та самая константа. Зовут ее сигма обычно. То есть, получается, вот сигма t в четвертой. То есть, из закона Вина вот таким однократным интегрированием получается закон Штефана Больцмана. Но закон Вина гораздо мощнее. Он говорит о том, что вот эта вот универсальная, неизвестная функция двух переменных, t и омега, на самом деле сводится к столь же универсальной функции одной-единственной переменной отношения омега на t. Так. Которому нас времени? Почему у нас лямбда? Что нет, лямбда это просто к концу... А, почему куб? Так, почему куб? Потому что одна лямбда вот здесь спрятана. Вот здесь четвертая степень, а здесь вот из отношения д омега штрих, д омега первая степень получается. Она вычитается, и остается куб. Так. Так-таки я и не посмотрел. Сколько же у нас сейчас времени? Ну ладно. Дальше. На самом деле я сейчас расскажу, чуть-чуть выбиваясь из истории, я расскажу сначала, какое же распределение равновесного излучения действительно следует из классической физики, из классической электродинамики плюс, ну вот, статистическая физика. Следует из нее распределение релея Джинса. То есть, довольно-таки удивительно, но этот вывод был получен несколько позже, даже позже, чем распределение Планка, которая, ну вот, первая формула квантовой физики. Ну, практически одновременно. Планк, во всяком случае, про него не знал. Значит, был такой лорд Ролей, которого за большие научные заслуги сделали лордом в Англии, и который, в общем-то, занимался волнами всякой разнообразной природы. В частности, он написал такую фундаментальную книжку «Теория звука», «Теория звука». Ну, и луны все описываются примерно одинаково. И вот он решил посмотреть, к чему приводит электродинамика этих электромагнитных волн, плюс обычные результаты статистической механики, к какому они распределению спектральному приведут. На самом деле, вот что меня все-таки действительно очень удивляет, этот результат не надо даже выводить, он очевиден по размерности, с точностью до численного коэффициента, который действительно нужно посчитать немножко. Но совершенно очевидно, что когда мы хотим вот в классической электродинамике и термодинамике построить спектральное излучение, которое зависит от «Т» и «Омега», то у нас есть три величины «Т», «Омега» и «С», скорость цвета. Из них величину правильной размерности можно построить ровно одну. Это «Омега» квадрат с «Т» на «С» в кубе. Можете проверить, что у этой комбинации правильная размерность, а поскольку из этих трех величин безразмерную комбинацию построить нельзя, то она единственная. И это вообще не требует... Ну, то есть, это любой мог бы догадаться еще на десятилетия раньше. А в «Т» каких переменных имеете? Что? «Т» в каких переменных имеете? А, энергия. То есть, я, «К» за единицу беру. А, да, кстати, может быть, стоило бы сказать. Я действительно все формулы, которые тут по дороге встречаются, пишу по возможности в современных обозначениях. То есть, я, во-первых, использую «Омега», а не «ню» или «лянта», которые чаще использовались в те времена. Я буду использовать аж перечеркнутое, которое Дирак ввел позднее. Но разбираться, кто из классиков какой буквы чего обозначал, это, на самом деле, очень муторное занятие. А к такому главному содержанию их идеи это отношение не имеет. Так что постоянная Больцмана у меня равна единице, «Т» имеет размерность энергии. Ну, То есть, вот это можно было, любой мог догадаться еще гораздо-гораздо раньше, еще там намного десятилетия раньше, Лорд Трилле, это получил, по-моему, в 901 году, если я не ошибаюсь. Но это ужасно. То есть, то, что он получил, это совершенно ужасно. Потому что, во-первых, отсюда следует, что У, которая есть интеграл W, D, Омега от нуля до бесконечности, равно бесконечности, так, расходится на верхнем пределе со страшной силой. То есть, согласно этому результату, что, если бы этот результат был правильный, как бы все было устроено? Равновесие между какими-то материальными телами и излучением существовать не может. потому что излучение, оно в этом смысле не насытно, оно хочет иметь бесконечно большую плотность энергии. Поэтому оно высасывает всю энергию из материальных тел. Материальные тела все светятся, причем светятся на всех частотах, и особенно сильно на больших, и охлаждаются до абсолютного нуля. А вся эта энергия уходит в виде излучения. Ясно, что наша природа так не устроена, и поэтому в этом вот выводе что-то неправильное. Это назвал Павел Леренфест, вот это назвал ультрафиолетовой катастрофой. Но это было еще на несколько лет позже. Так что, когда сейчас во всяких научно-популярных брошюрках пишут, что Планк пытался решить проблему ультрафиолетовой катастрофы. Это неправильно. Слово ультрафиолетовая катастрофа появилась позже. Планк про него знать не знал. И более того, Планк не знал про формулу Реллея-Джинса. Планк совсем другие вещи пытался решить. И решил. Ну ладно. Давайте проследим, как же Лорд Реллей вывел формулу правильную вместе с коэффициентом. Ну, сейчас это в общем совершенно стандартное упражнение, которое делается на любом студентам без труда. То есть, мы говорим, что вот у нас есть собственная мода, собственные колебания, стоячие волны вот на нашем кубике. Их число есть какое? Их число есть такое. Это 2 на V D 3 K на 2P в кубе. Так. Теперь давайте это перепишу так. Допустим, направление волны меня не интересует. Я напишу 2 V 4P K квадрат D K на 2P в кубе. Ну, дальше для световых волн Омега равно C на K. Это еще перепишу через Омега. Я получу что? 8P Омега квадрат D Омега А, V не надо никуда тереть на 2P в кубе C в кубе. И вот давайте это назову теперь по определению вот этого числа в имеющих частоты в интервале D Омега в нашем кубике объемом V. Я его назову V ν от Омега D Омега. Ню от Омега называется плотность состояния или плотность уровня или как хотите. В общем, плотность собственных мод электромагнитного поля. Да, 2, конечно, потому что есть 2 поляризации световые волны поперечные. Значит, вот это самое ν от Омега отсюда исходя равно чему? Так, двойки все сократились, P одна штука сократилась, это Омега квадрат на P квадрат C куб. Вот эта формула нам еще не раз понадобится, поэтому я ее, в общем-то, намерен не стирать как минимум до конца этой лекции. Теперь так, значит, спектральное распределение равновесного излучения при температуре T с частотой Омега, это будет следующая вещь, это будет не от Омега умножить на энергию одной такой волны, которая имеет право вообще говоря зависеть от T и от Омега. Но в классической статистической физике вот это E, то есть одна волна стоячая, это представляет собой осциллятор. Есть теорема равнораспределения Больцмана. Больцман доказал, что кинетическая энергия на степень свободы есть T пополам. У осциллятора потенциальная энергия средняя равна кинетической энергии средней. Значит у осциллятора одного средняя энергия равна T. Значит отсюда получается что распределение это будет так Омега квадрат T на π квадрат С естественно в полном соответствии с тем что мы получили по размерности ну коэффициент вот равен оказывается единица на π квадрат значит тут ну естественно лорд Релей понимал что эта формула бессмысленна она настолько противоречит всему что мы видим вокруг себя что ее необходимо как-то изменить чтобы она описывала реальный мир он поэтому просто чисто руками пытался сюда добавить какой-нибудь убывающий экспонент у которой е в степени минус чего-то на омега чтобы она там заваливалась эта кривая при больших омега не росла квадратично но это уже все делалось без всякого обоснования просто так причем забавный факт на самом деле Лорд Релей если я не ошибаюсь в 901 году а может в конце 900 опубликовал действительно вот этот вот вывод и в этом ответе он ошибся в 8 раз я сейчас не помню в какую сторону не то в числителе не то в знаменателе но ответ у него был неправильный в общем сейчас это задают там студентам на экзамене если кто-нибудь в этой формуле ошибется в 8 раз то ну двойку пожалуй не поставят но оценку снизят наверняка так что Лорду Релей явно стоило бы снизить оценку за невнимательность а правильную формулу получил Джинс чуть позже это такой в основном астрофизик он этот вывод еще раз проделал получил формулу поправил восьмерку уважаемого Лорда и Джинс говорил так он был неправ конечно но тем не менее он говорил что равновесие между материальными телами и излучением действительно нет и никогда не бывает чем больше омега тем менее охотно материальные тела излучают такое вот излучение и поэтому тем больше время установления равновесия то есть просто время релаксации очень быстро возрастает с ростом омега поэтому при больших частотах мы не видим вот равновесного излучения описываемого этой формулой просто то что оно не установилось время релаксации еще не прошло но это в общем экспериментально проверили и опровергли довольно быстро если бы это было так то все таки в какой-то области не очень больших омега где период релаксации еще не стал безумно большим где он так сказать умеренный мы бы видели явную зависимость от времени то есть производя измерения на одной и той же установке в течение большого времени мы бы видели что в какой-то области умеренно больших омега плотность энергии бы возрастала со временем пытаясь приблизиться к формуле релаксации этого никто не видел видели нормальное стационарное состояние где все установилось от времени ничего не зависит так что это объяснение имени Джунса оно в общем-то несостоятельно на самом деле раньше до формулы релея Джунса которая теоретически прекрасно обоснованно однозначно выводится но не имеет никакого отношения к реальному миру было получено распределение вина которое которое он сам считал что он его теоретически вывел но вывод был настолько идиотским что в общем-то его даже обсуждать как-то не имеет особого смысла но зато оно согласовывалось с большим количеством экспериментальных данных значит распределение вина оно выглядит так сейчас я наверное лучше посмотрю шпаргалку чтобы здесь есть шпаргалка распределение вина значит я еще раз говорю что я пишу в современных обозначениях все у него обозначения естественно более другие это будет h омега в кубе на ну на пи квадрат c в кубе е в степени минус h омега на t ну естественно у вина просто вот эта константа какой-то буквой называлась h он не использовал это изобретение планка и вот эта вся константа целиком называлась еще одной буквой ну то есть что-то типа а омега куб на е в степени минус b там омега на t по-моему так у вина это называлось вот эта формула но я еще раз говорю теоретические основания для нее абсолютно дикие были но она оправдывалась большим количеством экспериментов то есть сейчас ну даже не то что сейчас а уже скажем так после всего процесса создания квантовой теории которую мы обсуждаем мы знаем как эту формулу просто получить на пальцах это распределение Больцмана для фотонного газа то есть вот здесь есть экспонента здесь есть энергия фотона делить на температуру здесь есть ашамека то есть энергия фотона а еще одна омега квадрат берется ну вот из вот этой самой плотности уровней фактически то есть сейчас если мы будем рассматривать тепловое излучение как газ фотонов если мы будем фотоны считать классическими то бишь различимыми там нетождественными частицами и применим к ним распределение Больцмана мы немедленно получим формулу Вина естественно тогда этого никто не знал слово фотон было произнесено Эйнштейном заметно позже ну ладно значит теперь вступает в игру Макс Планк основной так сказать герой и чтобы не ошибиться уж совсем сильно я буду подсматривать шпаргалку значит Макс Планк родился в 1858 году в городе Киле Киль это на севере Германии а вообще кстати очень любопытное наблюдение вот все основные фигуранты все основные создатели квантовой теории это немцы пожалуй что за исключением датчанина Нильсобора и англичанина Поля Дерака все остальные немцы поголовно ну и австрийцев тоже к немцам приплюсовывают там несколько австрийцев было как Паули например и основным языком на котором все это развивалось был немецкий это был универсальный международный язык физиков на границе веков в начале 20 века то есть тогда вот германская физика была на самых передовых позициях в мире она эти позиции потеряла во время Второй мировой войны по понятным причинам и после Второй мировой войны уже на передовых позициях пожалуй что оказалось США в том числе благодаря большой волне эмигрантов из Европы которые туда уехали из той же Германии и из всяких завоеванных ей стран ну ладно так вот значит я имею ввиду что они писали на немецком языке да конечно ну то есть Эйнштейн тоже писал все свои статьи по немецки публиковал немецких журналах ну вот так вот значит город Киль как раз в те времена он еще не очень понятно чей был это самый юг Ютландского полуострова это была долгое время спорная территория между Данией и Германией и как раз где-то в том районе когда там Макс Планк родился именно тогда Германия отвоевала эту территорию окончательно у Дании я не помню ни то немножко до ни то немножко после его рождения он из такой очень профессорской семьи то есть его отец был в Кельтском университете профессором юриспруденции а его дед и прадед были профессорами теологии где-то тоже в германских университетах то есть такое как минимум три поколения профессоров предков где-то спустя примерно лет 10 после его рождения даже вот я смотрю вроде бы 9 вся эта семья переехала в Мюнхен совсем другое место наоборот на юг Германии столица Баварии потому что вот его отца пригласили профессора Мюнхенского университета тоже юриспруденции там Макс Планк посещал Максимилиановскую гимназию гимназия это такой такой тип школы где скажем так больше половины времени тратят на изучение древнегреческого и латинского языка ну и плюс там всякие гуманитарные предметы физику там вообще почти не преподают в гимназиях тех времен математику преподавали иногда довольно прилично Максимилиановская гимназия вообще в Мюнхене вообще заведение замечательное потому что несколько десятилетий после Макса Планка в ней же учился Вернер Хайзенберг выражение с Мюнхена и другой человек прославивший это самое заведение Макс Планк а кстати тоже очень характерно не только для него а для многих вот этих вот физиков профессорских таких семей того времени в вот этом юнишеском возрасте очень увлекался музыкой он хорошо играл на нескольких музыкальных инструментах даже сочинял что-то как композитор сочинил там какой-то я не помню ни ту оперу ни то что-то в этом роде ну и всерьез обдумывал не стать ли ему профессиональным пианистом наиболее хорошо он играл на на фортепиано то есть он как бы вроде бы понял что в композитор идти ему не стоит не его это дело не настолько хорошо получается а вот как исполнитель пианист он считается что был в общем очень хорош но с другой стороны его интересовала математика и физика и поколебавшись в районе окончания этой самой гимназии он поступил в Мюнхенский университет на физику лекции по физике там читал профессор Джоли по физике это имеется ввиду экспериментальная физика теоретической физики тогда как профессионального ну как профессии практически не существовало все физики делали эксперименты некоторые плюс к тому еще и теоретизировали маленько в каком-то смысле Макс Планк был первым физиком теоретиком чистым он не делал никаких экспериментов за всю свою жизнь но активно пользовался результатами полученными другими физиками экспериментаторами ну вот так вот тут есть широко известный анекдот который скорее всего правильный который состоит в том что Макс Планк вот этому своему профессору профессору Джоли сказал что собирается посвятить свою жизнь теоретической физике на что Джоли ответил молодой человек зачем вы хотите испортить себе жизнь теоретическая физика практически закончена остались там какие-то отдельные мелкие несущественные задачки в разных уголках которые можно конечно решать но основное здание уже выстроено и надежно вот ну все-таки Мюнхенский университет по крайней мере в то время по крайней мере в области физики это была в каком-то роде провинция действительно выдающихся физиков там не было Джоли в общем-то число выдающихся не принадлежит и на последний год своего обучения на один на два семестра он поехал в Берлинский университет где слушал лекции Гельмгольца и Киргофа Киргоф тот самый который открыл закон Киргофа раньше Гельмгольц вообще один из самых знаменитых ученых Германии немцы его исключительно высоко уважают один из создателей термодинамики тоже я не знаю честно говоря не берусь перечислить его выдающиеся достижения но почему-то его очень сильно уважают в Германии ну вот правда по мнению студентов лекции и того и другого были очень плохие один из них совсем к лекциям не готовился по ходу лекций то и дело запутывался а другой наоборот от слова до слова буквально зазубрив свой учебник его и излагал и то и другое в общем-то несколько не самый лучший способ читать лекции вот но после вот этого года последнего года обучения в университете в Берлине он вернулся обратно в Мюнхен где сдал какие-то там экзамены которые ну вот просто экзамены по окончанию университета которые там что-то дают право учить физике в школах и гимназиях что-то в этом роде а потом в скорости после этого защитил диссертацию стал доктором философии то есть доктор философии ну то есть в Германии система была такая была степень доктора философии что примерно соответствует нашему кандидату так и была некая вещь под названием хабилитейшн которая довольно условно соответствует ну там докторской нашей степени но не совсем хабилитейшн дается конкретным университетам и дает право читать лекции в этом университете и если повезет стать профессором этого университета вот и где-то еще в скорости после этого он получил в том же мюнхене хабилитейшн занимался он термодинамикой теперь значит что его вообще интересовало его очень интересовали ну скажем так такие фундаментальные принципиальные или что универсальные какие-то вещи в науке и к таким вещам несомненно относится термодинамика в частности его диссертация посвящена второму началу термодинамики он как-то очень сильно интересовался вот как раз необратимыми процессами как определять энтропию для неравновесных состояний как она возрастает при приближении к равновесию вот такими вещами но не он один это действительно очень такие серьезные глубокие проблемы но термодинамика он знал всю в совершенстве занимался и вот такими фундаментальными какими-то изысканиями в области второго начала термодинамики и приложениями термодинамики тоже там к растворам к электролитам к кем-то электрохимическим реакциям я что-то не помню всего после этого он какое-то время в мюнхенском университете был приват доцент приват доцент это такая какая-то низшая категория галерных рабов университета которым иногда вообще ничего не платят иногда если платят то какие-то чисто символические деньги и которые ведут какие-нибудь курсы не относящиеся к основным обычно на эти лекции этого приват доцента ходят три с половиной человека которые может быть им учить немножко платят ну вот и все ждал возможности куда-нибудь пробиться в профессора как и все ученые немцы тех времен естественно и наконец такой возможности он дождался когда его пригласили экстраординарным профессором в его родной Киль в Кильский университет экстраординарный профессор это значит ну то есть ординарный профессор или полный профессор это фактически ну в наших терминах скорее так завкафедрой то есть это он руководит чем-то в своем университете экстраординарный профессор это тот кто ничем не руководит но лекции читает зарплату какой-то получает хотя это не очень большой потом наконец уже где-то в районе примерно 90-го года я сейчас не помню его пригласили в Берлин в качестве преемника Киргофа который к тому времени умер но там тоже все это было не совсем гладко то есть его пригласили не сразу сначала приглашали не помню в каком порядке Больцмана и Герца оба отказались ехать в Берлин то что им было лучше где-то в другом месте тогда значит на худой конец пригласили Планка но по первости он все равно был экстраординарным профессором но где-то в 90-х стал полным профессором и вот как раз в 90-х годах 19-го века даже точнее во второй половине он занялся тепловым излучением тут как раз самая интересная история и начинается а ну ладно прежде чем поскольку времени у нас осталось я думаю немного я скажу несколько слов просто чисто качественных не буду переходить к каким-то формулам значит тогда в том же Берлине был такой имперский физико-технический институт организовался не так давно основной задачей которого было в общем-то обслуживать промышленность это действительно было такое прикладное направление и задача формулировалась как разработка методов измерения всего на свете с как можно более высокой точностью примерно так в частности там было большое количество народу которые занимались тем что называется фотометрия то есть измерение яркости освещенности бог знает чего там еще в этой фотометрии бывает разработка каких-то стандартов единиц измерения для всего этого это все действительно было очень востребовано потому что в те времена начиналось широкое распространение в городах освещение то есть появились лампы я вот что-то честно говоря не помню тогда электрические лампы уже были или были какие-нибудь газовые лампочка эдисона когда появилась но в любом случае любая лампа это какой-то накаленный предмет который излучает свет как его накалили электрическим током или горением газа это уже в общем вопрос второстепенный поэтому ну во-первых раз лампы то нужно объективно измерять какая лампочка скольки ватная грубо говоря а то иначе один производитель будет говорить моя лампочка ярче а другой будет говорить нет моя лампочка ярче надо эти споры было уметь разрешать для этого нужны фотометрические измерения и проводилось вот изучение излучения накаленных тел то есть в общем вопрос вполне близкий к равновесному тепловому излучению и там были как минимум две группы экспериментаторов одна это Лумер и Прингсхайм а другая это Рубенс и Кальрох Рубенс вообще всю свою жизнь практически потратил на подробнейшее исследование инфракрасного света все больше отодвигая границу в область больших длин волн того что можно наблюдать все время улучшая методы измерения то есть тогда основной способ измерения инфракрасного излучения это был балометр балометр это платиновая ниточка покрашенная чем-нибудь черным на нее падает инфракрасное излучение она нагревается а сопротивление этой проволочки можно уже умели мерить с очень приличной точностью поэтому там температура мерилась до каких-то до долей градусов уж точно ну вот Рубенс усовершенствовал все эти самые методы измерения инфракрасного излучения все дальше и дальше продвигался в область больших длин волн занимался инфракрасной спектроскопией в общем всякими вот такими вещами но вот эти две группы помимо чисто прикладных вещей которые нужны были промышленникам чтобы лампочки выпускать занимались фундаментальными исследованиями то есть исследованием излучения абсолютно черного тела Ломеру Прингсхайм сделали абсолютно черное тело это очень нетривиальная экспериментальная установка ну грубо идею на самом деле еще высказал Кирков как сделать абсолютно черное тело надо взять полость чтобы она внутри была черная допустим не абсолютно черная сделать маленькую дырочку тогда свет который зайдет в эту дырочку может отразиться немножко от стенок но в конце концов все равно поглотится коэффициент поглощения будет единиц и тогда если стенки этой полости нагреть из этой дырочки будет светить как раз это излучение абсолютно черного тела ну что Ломеру Прингсхайм сделали сделали очень нетривиальную установку это был какой-то платиновый цилиндр изнутри покрашенный в черный цвет к нему приделана целая куча нагревателей самая главная трудность которую они боролись чтобы температура всех мест поверхности была абсолютно одинаковая это очень важно если один конец нагрет сильнее другой слабее то будет смесь этих спектров от разных температур ничего толком сказать будет нельзя ну и вот они меряли при разных температурах при разных частотах в видимом диапазоне в инфракрасном диапазоне вот этот самый спектр излучения твердого тела ну ладно давайте я думаю сейчас мы на этом на сегодня остановимся а что собственно сделал Планк в связи с экспериментальными наблюдениями этих товарищей из физико-технического института обсудим в следующий раз так все